Добрый день! Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем новый цикл вебинаров по интересной теме «Понервная практика. Городской пейзаж». Данное мероприятие пройдет в нестандартном формате, как вы уже об этом знаете. Ну, во-первых, оно проходит... Мы сегодня стартуем, 4 июня. Оно проходит, данное мероприятие, в рамках АМК-студия и в рамках живых и секретных мастеров. Ну, мастеру позволительно с кружкой чая, а я уберу штатив. Оно пройдет в нестандартном формате, на двух платформах. То есть мы примерно подумали и договорились, что, в принципе, в рамках АМК-студия будет относительно теоретическая часть. Я бы назвал ее «Практическая теория». На платформе же живопись, секреты мастеров, как у них принято, это будет в основном практика. Плюс интерес заключается в том, что Андрей Павлович, то есть он давно мечтал об этом, я знаю, мы говорили года три назад. Он пытается собрать истинных мастеров, художников, преподавателей, которые работают в разных стилях, в разных техниках, в разных форматах даже может быть. Поэтому вам должно быть все это интересно. И, в принципе, я считаю, все вот эти процессы, которые учебные происходят, главные здесь все-таки даже не кулаги, а главные здесь вы. Вы выбираете, что вам ближе, что вам проще, что вам интереснее, ну и так далее. Плюс я обещал, допустим, вернее, заявлял, ну это по просьбе Андрея Павловича, что данный месяц все устали, все замучились, потому что, ну, слишком много таких мероприятий. Я, допустим, у меня уже у самого там глаза вылазят, у Андрея Павловича язык заплетается. Но этот такой рывок, марафон, он интересен тем, что, в принципе, этот месяц будет полон сюрпризов, подарков и акций. А повод для этого есть. У Андрея Павловича 27 июня день рождения. Поэтому он решил, он и так жадным не был на подарки никогда, и он всегда отдавал людям, ну, все, что возможно. Лишь бы люди желали это приобрести. Поэтому я, с позволения Андрея Павловича, открываю наш творческий вечер. И начинаем мы сегодня, после вступительного слова Андрея Павловича, все-таки, я напоминаю, с разбора полетов, так мы обусловились, прошлого нашего мероприятия, ну, пленарная практика была. Вы выставили свои работы, тот, кто успел, и Андрей Павлович, скажем так, в течение там короткого промежутка времени, все-таки подведет итог проделанной работы вами и нами. Так, а сейчас предоставляю слово Андрею Павловичу, секундочку. Встречайте мастера. Добрый день, друзья. Я бы хотел узнать, все же меня слышно или я говорю впустую. Слышно, что ли? Слышно, да? Ну что, Игорь, как бы, в общих чертах все сказал, а у нас с вами начинается самая сложная тема. Это городской пейзаж. По большому счету, любую тему, делая ответственно и хорошо, можно называть самой сложной темой. Рисовать животных, цветы, как это, флора и фауна, да? И рисовать натюрморты, мертвая натура называется, да? Море и все остальное, можно сказать, что это все сложная тема. Но там, где обитает человек, он свое обиталище, то есть город, делает всегда очень характерным под себя. Под свое время, под свою ментальность, под свою традицию, под традицию культуры. И таким образом город встает не просто городом, городским пейзажем, а встает портретом того обитания человека, который находится вот внутри этого мегаполюса. Нельзя сказать, есть маленькие города. И если мы раньше говорили о пейзаже, и сегодня мы посмотрим, проанализируем пейзажи ваши, честно говоря, я сегодня их увидел впервые, потому что я очень занят. Игорь мне показал, ну, наверное, половина меня просто очень порадовали. И, может быть, одна пятая часть, это большой процент очень, это потрясающе хорошая работа. Я не знаю, насколько я вам смог послужить в этом деле, насколько вы могли попользоваться тем, что я сказал, но если я хоть чуть-чуть вам помогаю, я очень счастлив. И, как вы понимали, там я настаивал на том, что если вы рисуете какой-то пейзаж и не хватает по композиции чего-то или что-то мешает, хорошо бы это немножко передвинуть там или еще что-то. В городском пейзаже такие вещи не проходят, нужно уметь передвинуться самому, чтобы эта композиция была правильная. По сути дела, это некоторое фотографирование города переносом на холст, на бумагу, на картон, в чем вы работаете. И поэтому вот это портретное сходство пейзажа, оно, конечно, требует больших наблюдательных таких способностей, наблюдательного даже дара. Этот дар надо воспитывать в себе, надо уметь его усовершенствовать, то есть наблюдать, ходить по городу и наблюдать, как он живет, дышит этот город, особенности этого города. Даже я очень люблю Восток, и в восточных городах я был, и эти восточные города, когда приезжает европеец, для него они кажутся все одинаковыми. Я очень думаю, что если бедуин какой-то попадет в наши города, для него одинаково будет восприниматься Москва и, например, итальянский город, ну, Тревиза, например, или город, забыл, где были, ну, ладно, дело в том, что, например, Кремль построил итальянец, и это типичный итальянский, итальянский, ну, как бы, итальянская крепость. Вот эти вот башенки все, все это итальянское исключительно. И вот для этого бедуина это будет одинаково, он даже и не поймет, что. А ментальность европейца и восточного человека, она совершенно разная. Ну, традиционная ментальность. Потом уже, когда они варятся в топ сапой, в другой этот, это, конечно, мы не будем об этом говорить. Одежда совершенно разная. И вот обо всем этом мне бы хотелось очень поговорить. Я не смогу объять необъятного. Возможно, многие из вас были в тех странах, в которых я не был, и видели то, что я не видел. Я не был в Китае. Мои ученики трое там работают. Один из них сделал уже целую серию китайских этих наблюдений. Ну, не сделал практически, ну, может быть, два только сделал наблюдения таких городских пейзажей. А в основном он следит за людьми, ему больше интересен вот человек как таковое. Вот человек. Причем не портрет даже, а человек. И все это городской пейзаж. Я бы очень хотел, чтобы городской пейзаж стал такой большой основой, где уже мы видим такое особое отношение, индивидуальное отношение к архитектуре города. Мы еще не говорили о внутренней части, то есть об интерьере городского пейзажа. То есть мы не заходили как бы в дома. Мы находимся или будем находиться вот на улице. Нас еще как бы в дом никто не пускал. Но улица это уже люди. И эти люди на расстоянии. То есть это умение передать человека, умение посчитать, грубо говоря, его модуль. Модуль это всегда была голова. И вот сколько она укладывается. Есть люди, где укладывается пять раз, а есть люди, где укладывается голова восемь раз. И вот это вот, вот эти вот вещи вы должны будете очень хорошо понимать и знать, чтобы рисовать городской пейзаж обитаемым. Как только городской пейзаж просто без людей, он стает, ну, каким-то немножко страшноватым, честно говоря. Потому что, ну, вот все есть, а ради кого это была вся архитектура, эти существа исчезли. И это всегда настораживает. И после ядерного взрыва это все происходит. Всегда кто-то ходит. В конце концов, если даже ночь, то кошка бегает по улице какая-то, или собака бежит там. То есть человек всегда оставляет свой след. И вот эти вот разные подходы к пейзажу восточному, там, европейскому пейзажу. Ну, европейский и американский пейзаж практически одинаковый, городской пейзаж. Архитектуру привезли с Европы в Америку, поэтому ничего особенного нет. Разве что больше шуму и больше плотности этих высоких домов. Так, я думаю, вообще. И вот это нам позволит с вами перейти к следующей теме. То есть я говорю, человек вот в наших глазах станет уже появляться на городских улицах. А следующая тема у нас будет, это портрет. И я буду стараться тоже не делать портрет как таковой. Вот, например, у нас на Украине есть космонавт Кадынюк, мой знакомый. И это не будет просто его портрет. Я его попрошу, скажу, дорогой друг, попозируй мне ради наших друзей. И я уверен, что он с удовольствием согласится, и мы сделаем его портрет вместе с вами. Если лишь бы мы все были живы-здоровы, и он в том числе. Но больше будет основано на таких социальных портретах. Я бы сказал, портрет характеристика. Характеристика может быть врача, банкира, человека, ну, как сказать, убогого, может быть, бомжа. И вот эти вот социальные характеристики мне очень близки. Потому что я вижу их каждый день, выходя из дома. И они встречаются, эти люди, постоянно. Это рабочие какие-то. Я сейчас нахожусь у себя в новой квартире. И рядом строящиеся дома. То есть я встречаю очень большое количество рабочих, которые делают эти стены, штукатурят там, все такое. И вот эти лица, я их не хочу обидеть, этих рабочих, но совершенно неодухотворенные лица. Лица, которые приехали в мегаполис заработать деньги, потом уехать отдать в семью на проживание. Часть из них, эти люди просто хотят эти деньги пропить там, может быть. И это я тоже наблюдаю. Вот эти вещи меня интересуют очень сильно. То есть мы с вами подбираемся к портрету. А эта тема уже очень серьезная и большая тоже. И я попробую ее раскрыть. Когда приходят мои ученики и говорят... Вернее, не ученики, а просятся кто в студию и говорят, мы хотим научиться, я хочу конкретно там... Вася Петер или кто там. Научиться портрету. Я им говорю, портрету я не учу. Я учу рисовать голову. Я учу рисовать социальные какие-то признаки. Портрету я не учу. То есть вот узнаваемости портретной я не учу. Это не потому, что я сам не рисую портрет. У меня большущая серия портретов. Портрет – это от Бога. И портрет – это молниеносное узнавание человека. Если вы откроете Репина и его колоссальную работу... Правда, он сделал ее, по-моему, еще с тремя учениками. Совещание государственного собрания какого-то. Я не помню, как оно точно называется. Ну, там во главе с царем Николаем II. И все князья, все губернаторы собрались российские. И вот кто-то из них задом повернут, кто-то повернут полубоком, кто-то в фаз профиль, сделанный одним движением, махом кисточки, может быть, даже чуть широкой. И все они феноменально узнаваемы. Вот это есть портрет от Бога. И этому научиться можно только человеку самому, с большим желанием. Я буду только стартовой площадкой. Больше от меня, конечно, вы ничего не сможете взять, потому что я не смогу встать на ваше место с кисточкой. Ну, вот такое предисловие, мои дорогие. А я не знаю, как Игорь поделил этот наш вебинар, на какие части. Я не вникал, в это у меня не было времени. Но я с удовольствием подчинюсь, мы большие друзья. И я подчинюсь, то, что он сказал, так и будет. Он грамотный человек, я открою секрет, он юрист по образованию. И поэтому он сделает точно так, как по всей вероятности вам будет удобно. Плюс он сам не рисует, но все время во все вникает. Поэтому ему будет очень легко, как бы, ну вот, человеку интересующемуся, который лучше поймет, потому что художник так не разделит. Пенера-герой, нарисовал. Да, ну вот, такое вступление. А сейчас я по просьбе, опять же, Игоря, и, наверное, все же и по вашим большим желаниям, я бы хотел чуть-чуть прокомментировать наши с вами работы. Игорь сейчас вытащит. Ну, это один из первых мастер-классов, которые я ставил на YouTube. И цель его была очень большой, там, рассказать о композиции, общее представление света, там, ну, и общее представление цвета и освещения. Ну, в общем, я бы сказал, эта работа удачная, как тестовая работа. Ко мне, когда приходит кто-то, я не знаю уровень этого человека, я ему пытаюсь подсунуть эту работу, чтобы он ее сделал. Вот насколько он ее сделает, настолько я могу определить его уровень. Уровень у вас неплохой, и дерзайте с Богом. Фамилию, к сожалению, я не вижу. Что мы по-другому сделаем? Леди Джейн, нет? Кто это? А, Леди Джейн, да. Леди Джейн. Ну, вот, я очень благодарен за нее. Как-то темп, Игорь, сделает такой, чтобы она летала. Они по одной вытаскивают. За эту работу тоже спасибо. Освещение правильное. Вот вы знаете, может быть, страдать еще профессионализм. Очень страдать. Но есть вещи, которые человек уже справился. И несмелой походкой он уже не наступает в лужи. И спасибо за это. Цвет правильный, освещение правильно, гамма какая-то есть. Вот, слава Богу. А дальше только трудом. Как-то мне задали загадку или вопрос. Скажите, какой главный секрет у вас? И вы считаете главным секретом вообще, чтобы достичь чего-то. Я секрет простой. Трудолюбие. Другого пока никто не придумал. Опять работа. Прекрасная. Прекрасная работа. К сожалению, я фамилии не вижу. Ну, и не надо уже, если так. Эта работа тоже, это мой мастер-класс. И тот, кто его делал, сделал даже такие вещи, как черный цвет внутри, то есть в глубине вот этих вот листьев. Это очень хорошо. Они читаются таким плотным, плотным полем. Спасибо. Вы справились. И я сейчас буду просить выбирать лучшие работы, и мы их будем обсуждать, потому что другого пути просто у нас нет. Работ много. И поделиться все хотят. Вот эта работа абсолютно идеально сделана. Дело в том, когда я пытаюсь идти с вами навстречу, вы должны помнить, что я не делаю это для выставки работы. Я делаю эту работу для вас. Одна умница с Германией, мадам, мне когда-то написала, после того, как я выставил в YouTube одну из работ. Она написала «Детский сад». Я ее поблагодарил и сказал, это... Она думала вот как. Она думала, что я выставил свое творчество для того, чтобы люди наслаждались, какой я умный, какой я проворный в живописи. Но я ей сказал, что это для начинающих людей основы графики и живописи, для того, чтобы люди могли на этом учиться. Но она извинилась. И потом мы, так сказать, подружились даже. Она показала свои работы там. Ей очень хорошая, хорошая натюровка. Мне понравился там селедка на газете. Просто замечательная работа. Ну, то есть, поэтому вот эта была работа тоже сделана на отвечающие на несколько вопросов и композиции, и освещения. И вы сделали ее идеально. То есть, хомар носа не подточен. Не знаю, по какой шкале надо оценивать. Это и прекрасно. Вот это другая гамма совсем. А работа замечательная. Я не знаю, просто с фотографией связано то, что, может быть, дотягивали там в фотошопе, может, не дотягивали, не знаю. Но у меня впечатление, что в эти деревья давали какую-то красную краску. Это очень хорошо. Вот для меня они при всей черноте немножко прозрачные. Этот цвет, который вечерний освещает, он наполняет вот эту черноту. Это здорово. А то, что справа кустики возле вот этой лодки, ну, как бы они ближе к нам, может, это камыши там, но здесь не будем углубляться, они с дополнительным таким оранжевым цветом. Или каким, таким как бы красным. И это тоже их сразу делает вписанным в эту ситуацию, в этот пейзаж. Что еще надо? Спасибо, молодцы. Тоже все. Хорошая работа. Вот еще луна. Тоже с моего мастер-класса кто-то повторил из вас. И все так, как нужно. То есть вы не перепутали таблицу, по которой отнимается свет в зависимости от того, насколько он дальше от Луны. Он отнимается, отнимается, отнимается. В конце концов, его уже лунного света нет, а есть общее освещение лунной ночи. И все. Ну, плюс цвета. Цвета довольно хорошие. Вот этот, я все время говорю, ночь. После Куинжи нельзя писать, не используя изумрудную зелень. Может, я как бы не прав, но после того, как я увидел Куинжи изумрудную зелень, увидел чудо, которое произошло вообще с восприятием после этого. Ну, вот. Только изумрудная зелень, мне кажется. И вот этот низ изумрудный, он очень хорошо помогает нам видеть. Я бы хотел одну работу отметить, что она предвестница нашего городского пейзажа. А прислали ее вы, мои дорогие. Работа очень хорошая. Работа, как ученическая, выдержана во всех тональных, цветовых. Плюс хорошая перспектива. Ну, даже вот эти дальние люди тоже неплохо. Ну, может быть, они не совсем одинаковые, не совсем того размера, как надо, потому что они один дальше, другой ближе, а размеры не одинаковые. Ну, это уже прицеплялки. Вот. А, в общем-то, все сделано очень хорошо. И деревья прекрасны. Я даже вам скажу, когда я на нее посмотрел, явно эта картина не списана с того художника, это другое совсем, но написана очень похоже на Кончаловского. Кончаловский был одним из величайших советских, ну, русских и советских мастеров, колористов. И поэтому походить случайно, случайно походить на него, не умышленно, а случайно, это большая, как бы, большая ответственность, наверное, не столько как почет, как ответственность. Я вот желаю вам в этом духе и дальше идти. Я пропускаю, к сожалению, потому что я вот радуюсь вашим работам, все, а тут вот прекрасная зима прислали мне такая затушованная, классная, но я ее пропущу, потому что мне хочется кое-то на чем остановиться. Я покажу сейчас сирень, которая очень хорошо сделана, по крайней мере, из тех сиреней, которые прислали. Наверное, она одна из лучших. Композиция у нее как подарочного такого объекта и бояться, вот, когда мы рисуем натюрморт, вот такой вот в вазе, то, что он по центру попал, бояться не надо. Как бы, то, чему я учу в композиции, то есть крест, чтобы на него не попало, это немножко не о том, это больше о пейзаже. натюрморт разрешает вот так поставить, тем более у вас темные и светлые стороны, и тут как бы с композицией получилось все равновесие и все прекрасно. А по цвету она замечательная, она очень красивая, и честно скажу, ну вот, если бы вам известное имя иметь, и где-то была бы выставка, и она бы висела, то поверьте, она могла войти в альбом какой-то, и люди находили в ней те черты, которые вы сами не подозреваете и не видите. Могли из пустой вверх там что-то сочинять на ней, вот, а это просто хорошая грамотная работа. Вот с это синим цветом внизу хорошо поработали, очень хорошо натыкали его в УАЗу, ну то есть как-то вот она вся мне она считается практически, практически это хорошая работа, и ну вот близка к профессиональным очень. А если считать, что многие профессионалы отстают от профессиональных работ, то она может в чем-то кого-то и опережает. И наконец я вижу работу, которая подписана почему-то везде и везде почти, ну почти нигде не подписана целиком, где-то Ирина, Татьяна, а тут Геннадий Душкевич. Он вот полюбил пастель и в ней как-то себя больше чувствует увереннее, наверное. но это такая пастель, которая могла бы превратиться даже в акварель, мне кажется. Или это может акварель, чуть-чуть подкрашенная пастель. Я не знаю, тут плохо видно. Бумага акварельная? Бумага акварельная, может быть. Ну вы знаете, хороший очень пленарный, как это, хороший городской пейзаж. Вы знаете, у меня была картина, которая уже, я не знаю она где, ее история давно забыта, где впереди несколько маленьких домов частных. Ну может быть, я уже не помню даже там три или четыре там крыши вылазили. А над ними возвышаются и уходят ввысь дома. Ну такие может быть двенадцати этажные, не супервысокие, но против этих маленьких домиков они смотрятся небоскребами. И я назвал ее город наступает. Вот действительно город наступает и я сейчас нахожусь в квартире, где город наступил на лес буквально. Голубятня вообще. Может быть Голубятня, но не знаю. шестный для безбел. А, понятно. Здорово. И у нас за домом можно разводить наверное какой-то небольшой костер и делать шашлык. Вот у нас просто оазис и живя в Киеве, в котором многомиллионный город, плюс очень много приезжих, гостей города и город, в котором конечно есть и смог и все остальное. И вдруг я оказываюсь в месте, где кислород в таком количестве. Утром открываешь окно, а тебе порция его шлем и просто обалдеваешь. А за домом можно делать шашлык на природе среди сосен и там и сосны такой смешанный лес. В общем невероятно. Вот это город наступил на лес. И еще одна работа Геннадия и на наждачной бумаге. На наждачной бумаге я никогда не работал. Вообще я по стелю я говорю занимаюсь очень короткое время. Она меня очаровала и вот такая первая любовь под 50 лет была. Я люблю этот материал. Но вот что сделал сейчас Геннадий он сделал совершенно профессиональную работу совершенно профессиональную с глубинами которые есть в этих вот в этом здании. Он может кстати как бы считаться чуть-чуть городским пейзажем потому что ну церковь это уже человеческое обиталище и там есть такие белые тычки назовем если хотите точки на темном фоне церкви деревья вот это прием профессиональный который вы можете увидеть в любой работе с именем это у левитана как дважды два и вот каким-то образом у нас появляются такие люди которые работают профессионально я хочу сказать даже больше такой человек мог спокойно провести вот с такой работой на платформе ну не важно там как мы ее назовем на какой платформе свой мастер-класс единственное требование вот я понимаю это умение объяснить что ты делаешь и ну достаточно короткое время чтобы это не превратилось в 5 часов потому что то что попадает на платформу и те лица которые делают эти работы ну как бы хотелось чтобы они доучились как минимум вам можно 4 часа а я 4 заблудился тогда я во времени заблудился а геннадий нет ну идеально 2 часа конечно и я еще хотел геннадий если есть я не знаю пусть он откликнется нет я потрясен вот этой вот маковкой которую вы сделали просто потрясен это ну на уровне восьнецовской вот маковки потрясающе можете взять дома пастели великих мастеров сравнить и я честный человек если надо я скажу и очень обидные слова тут мне очень нравится вот эта работа и ну просто достойная единственное к ней в школе начали разбирать хорошую работу по косточкам задний темный план деревьев за маковкой они смотрят смотрятся как нечайный взрыв или как фейерр и вот эти вот вещи вот эти вещи можно отчеркать да а ну давай я отчеркну вот эти вот вещи за маковкой они по сути дела испортили работу но так как вся работа прекрасная на них как-то обращаешь внимание в последнюю очередь но если бы они были сделаны вот как и вот это дерево тоже вот вот это дерево то по моему вопросов бы никаких не было можно было сделать например вот там какие-то деревья вот таким образом стоят вот как вот эти деревья есть и они туда дальше пошли 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 только темнее стали и все и прекрасная работа но я уверен что пастель такая вещь которая может наслаиваться и если геннадий меня слышит он может просто спокойно ее исправить но это абсолютно идеальная работа без претензий и вот эти вот особенно вот эти вот нижние под крестом они плохо смотрятся гораздо лучше было бы поднять их выше вот этот зеленый цвет а крест можно было тогда на зеленом сделать светлым и это было бы еще один плюс к этому ну вообще вот эту работу мы разобрали все плохое на ней отыграли потому что она идеально гениальная светлана зорина я поздравляю если вы есть у вас с удивительной работой поверьте мне эта работа могла украсить любую выставку профессиональных художников к ней нету ни одного замечания она сделана благодаря цветной бумаге она уже собрана в гамме а благодаря вот этих однообразных казалось бы идущих на минус людей но они как под копирку их формы только по цвету они отличаются они показывают темп и монотонность городской жизни люди в одно и то же время спускаются в метро в одно и то же время поднимаются из метро люди идут в одной и той же компании почти увидя часто одни и те же лица в одно и то же время и лишь немногие люди счастливчики этой жизни это художники поэты ученые которые идут на работу или в мастерские когда хотят занимаются творчеством а основная масса это машинки и ну как их называли этих людей шестеренки вот эти вот это вот эта картина это типичные шестеренки которые идут на работу либо куда-то вот мне эта работа нравится просто если можно ну я не имею права этого делать но коль вы мне прислали я скажу свое отношение это лучшая работа которую я получил вот на вебинаре она вкусная работа если профессионализм вывалил предыдущий автор то здесь такое какое-то осознанное творчество понимаете мне очень понравилась работа спасибо Светлана большое вам и я знаю что следующая работа тоже очень хорошая ваша я просматривал уважаемые друзья я секунду вмешаюсь у кого плохое качество видео там на экране в правом нижнем углу есть шестеренка это настройки вы нажмите на нее и поставьте 720 ну высшее качество тогда тумана не будет проверьте свои настройки именно у вас потому что у нас качество нормальное идет и опять Светлана и опять очень хорошая композиция очень красиво на синей бумаге удары вот этих желтых горячих цветов и присутствие людей в большом городе мне кажется вот такие работы могли бы украсить о том что я говорил раньше я бы хотел сделать такую онлайн может быть галерею я вообще мог бы выставку сделать у меня есть возможность повесить такие работы в Киеве где угодно но их может быть тогда не увидят наши участники так а вот если бы мы сделали онлайн галерею не знаю на чей платформе может быть Игорь бы захотел это сделать это не трудно и вот эти лучшие работы это наши изюминки такие мы бы разместили там и это очень очень классная работа ну ну просто не знаю минимум средств всегда очень ценно она конечно может говорить о том что человек который делал ну как иллюстрацию мог бы сделать журнал в какой-то там еще что-то но пусть говорят что хотят мне нравится композиция мне нравится вот этот вот пустой угол например бумаги ну вот как-то она вся сработана классно даже роспись ваша и то получилось так знаете грандиозно но расписываться вы научились наверное раньше чем картины писать мне очень понравилась эта работа Татьяна прислала две работы извините опять Татьяна знаете без имени грандиозная работа знаете как-то Игорь так их выстроил что под конец просто работы очень очень шикарные присылали а Игорь сказал так присылали снег прекрасный зеленовато желтый занавес неба это классика вот это иниевое дерево это горобаря дерево ну вы можете много художников найти но я всегда его называю деревом горобаря потому что он как вы знаете он показал многообразие и простоту изображения иния и когда я учился я учился больше не у художников а у великих мастеров разглядывая их бывая в музеях почерк изучал и для меня горобарь как вся моя учеба в институте где я учился найти было мастера который бы так писал это ну это дурная затея я думаю что сегодня мало что изменилось если не стало хуже а вот ваш пейзаж это азбука света и цвета и такой знаете вызывающий простой пейзаж превратился в украшение всего того что я сегодня видел но вызывающий простой понимаете ну что в нем есть даже рисовать то нечего ну что черный какой-то дом понимаете коричневый вот этот вот сарай в котором свинья кричит или куры там не знаю ну ассоциация такая не самая лучшая но видно как перед сараем вычислен снег и освещено все фонарем фонарь обнимает своими лучиками крышу чуть-чуть снизу из окна свет он падает на снег ну в общем ну просто роман в цвете и свете спасибо большое я потрясен этой работой вы знаете когда у вас пытаются кто-то иногда учить такие случайные может быть люди на вебинаре я думаю что стоит им посмотреть на ваши работы и поучиться потрясающая работа просто просто обалдеть спасибо большое я бы с удовольствием если вам какие-то вопросы вот Светлана вам а Татьяна я ничего не все перепутал извините вот это последний кто у нас если вы хотите что-то от меня задавайте вопросы я с удовольствием вам подскажу помогу переброшу что-то вам интересно Татьяна натюрморт ваш неплохой но разница с пейзажем космическая спасибо за пейзаж ну что же дорогие друзья мы подвели итог нашего предыдущего мероприятия я благодарю вас и Игорь уже дал мне согласие сделать вот эту вот маленькую галерею но мы можем сделать сейчас уже галерею такую что можешь приблизить если в хорошем качестве посмотреть мазок там еще что-то если вы будете предоставлять это в хорошем качестве так что мы с вами еще дадим фору в этом отношении спасибо я счастлив уважаемые друзья мы подошли к завершению нашего предыдущего мероприятия секреты удачной работы на пленере подведением итогов ваших работ если кого-то Андрей Павлович на ком-то не остановился вы уж извините извольте время еще будет по другим работам поговорить почему-то он я просил его сегодня недостатки высказать он почему-то на завершающем этапе не желает этого делать но у него свои причины на это есть поэтому я сейчас в правом верхнем углу у вас выскочит баннер это те работы которые мы реализовывали наград живописи все они идут по акционной цене у кого есть желание приобрести в июне месяце то есть до 27 числа а до 30 июня данного месяца пожалуйста там в принципе все понятно реквизиты остались те же что и в прошлый раз у вас целый месяц впереди практически поэтому времени вполне предостаточно далее 8 числа стартует мероприятие опять же в рамках темы городской пейзаж на котором будут выступать первый Валерий Франчук это известный украинский киевский художник он работает маслом и что самое оригинальное он работает строительным шпателем поэтому в принципе эта тема она просто сама по себе уникальна и интересна также допустим вы можете просто вот под экраном есть кликабельная ссылка живопись секреты мастеров то есть кто там еще не присутствовал можете зарегистрироваться там по этой ссылке кто же допустим уже там живет и учится обучается тем более Андрей Павлович уже довольно продолжительное время месяц практически на той платформе присутствует вы должны это расписание получить мы же скажем так в перекличку с живописью секреты мастеров будем разбирать именно тематику городского пейзажа по мере распорядка дня я бы так сказал итак сейчас мы переходим к основной теме я так понимаю что Андрей Павлович открывает эту тему новую хотя уже девочки открыли Светлана Зорина открыла там Геннадий Душкевич своими картинами эту тему как воду смотрели городской пейзаж и сегодня мы начинаем с первой темы мы поговорим о фотографии дорогие друзья я думаю что все работает или как продолжает все работать у нас слава богу и мне бы хотелось один из первых наших занятий сделать или опереться на то что работа в городском пейзаже сегодня почти немыслимо без фотоаппарата если вы живете в том городе который прославляете вам фотоаппарат почти не нужен вы можете в любое время сходить сделать зарисовки сделать масляные этюды или пастельные акварельные какие хотите что это значит мы уже говорили это значит вы атмосферный свет поймаете тот который вам надо и принесете домой в мастерскую куда вы хотите но если вы куда-то поехали и вам понравилось то что вы увидели молниеносно из окна автобуса или проходите мимо но у вас внутри 5-10 минут и вы должны завернуть за углом фотоаппарат вам нужен хорош фотоаппарат тогда когда у вас есть большой пленарный опыт я это подчеркивал и буду подчеркивать большой пленарный опыт даст возможность работать грамотно по фотографии и я хочу развенчать вот эту вот глупость которая еще гуляет среди тех кто пытается вам навязывать о том что работать по фотографиям это низкий уровень по фотографии обработали левитам представьте в то время черно-белая фотография его картина март вы легко найдете ее в интернете была сделана по фотографии и это хорошо видно по одному месту в этой картине это перспектива здания когда человек художник делает работу с натуры перспектива бывает совершенно другая ну это как бы чистая физика техники и вот на этой работе это хорошо видно как с правой стороны там здание идет под фотографической перспективе но сделана эта работа настолько живо что это стало классикой русского искусства это работа март левитана вот это ощущение света который упал на снег который переливается деревья ну там все дышит живописью живой репин когда-то очень сильно захотел работать используя фотоаппарат и его друзья а я уверяю что у него были друзья фотографы тоже с радостью откликнулись репин был очень активный человек очень как бы сказать я еще не говорю по этой работе взятый управ репин был очень коммуникабельный человек очень разговорчивый и с ним было приятно конечно общаться и это какой-то из фотографов имени этого фотографа мы не знаем оно не сохранилось убедил репина что ему будет большая польза работать по фотографии или использовать фотографию репин с радостью согласился и в то время это была большая проблема работать по фотографии надо было если ты хочешь сам освоить а не брать чужую фотографию это одеть грубо говоря мешок на голову и в этом мешке в перевернутом виде увидеть то что ты фотографируешь в зеркальном изображении кверх ногами и когда он залез туда в этот мешок и увидел это все кверх ногами а потом потный из этого мешка вылез он сказал господи я за это время сделаю два портрета а не один этим закончилась его любовь к фотоаппарату или как ну к тому к тому как это к тому станку который в то время имел фотоаппарат но желание у него было вы понимаете если бы у него был наш фотоаппарат плюс цветной фотоаппарат плюс цифровой фотоаппарат который практически не искажает цвета вообще если вы на экране компьютера смотрите то цвета все сохраняются идеально и вы смотрите по сути дела в окно и видите то что вы видели когда печать происходит тогда конечно съедаются цвета там уже разговора но вот в компьютер вы смотрите вы сохраняете все цвета и оставаясь честным для самого себя я обязан это вам сказать вот таково было желание гения перед которым я всегда с трепетом или как трепещу просто от одного его имени так как он писал портреты и все остальное ну трудно представить когда он написал когда он написал своих казаков суриков который создавал грандиозные совершенно вещи исторические зашел на выставку и увидел этих казаков казаки письмо турецкому султану увидел как арепин мастерски обращается с цветом а суриков писал через грязные цвета суриков сказал такую фразу репин зашел на мою территорию что это значит репин зашел на историческую картиру и суриков вздрогнул потому что так как колористически решал репин суриков было не под силу это два имени которые остались в истории искусства одинаково сильным или как жирным шрифтом и вот говоря о репине который написал несколько картин посвященных Пушкину вы должны сами понять что их как бы они никогда не встречались эти два гения и репин писал на полвека позже Пушкина если не сказать больше чем на полвека там их разделяло наверное 70 лет после гибели Пушкина и написанием репинских портретов посвященных Пушкину и репин с удовольствием пользовался тем что осталось какие портреты остались от изображения что ли Пушкина следовательно он пользовался фотографией Крамской когда получил задание или просьбу о приобретении Третьяковым его портретов великих деятелей русской культуры к тому времени кого-то из этих деятелей уже не было в живых а кстати говоря это один из них был Некрасов и Крамской величайший портретист пользовался фотографией сейчас на вашем экране я думаю что все это отражается основоположник величайшего направления двадцатого века стиль модерн основоположник этого стиля Альфонс Муха вы видите этого маленького затерянного человечка это и есть сам Альфонс Муха среди его грандиозных полотен посвященных славянской истории или как кульмина как он считал кульминационных моментов славянской истории разных стран славянского все персонажи которые были сделаны им были уложены на полу посажены в кресло скорчившиеся какие-то в углу сидящие идущие одетые в те одежды которые он приносил из музеев из театров и одевал их все это было сфотографировано и мастерски с учетом прекрасным учетом перспективы вписано в размеры холста и он совершенно ну как это сказать безозрения совести если хотите использовал это и никогда не прятался и не скрывался грандиозность того что оставил миру ну сравнимо разве что наверное ну ну Леонардо может быть оставил Леонардо как бы был первый он был гений во всем этот лишь направление сделал но вот оставил он грандиозные вещи просто просто феноменальные вещи а там с цветом какая работа с композицией со всеми этими делами а при чем тут фотография он вписывал этих людей в свою мысль он работал понимая задачу свою и послушно и у него была фотография его послушницей и и когда мы вам приготовили мастер-класс работа по фотографии на городском пленере там вы увидите как художник то есть в данном случае я отхожу от того что я вижу композицию меняю там еще кое-что цвет может где-то меняю работа это небольшая это учебная работа чтобы показать вам весь принцип работы с фотографией и я призываю вас во имя главной идеи не брезговать никакими средствами чтобы цель была у вас оправдана и тогда все получится я бы хотел чтобы Игорь перелистал сейчас и показал нам еще Альфонсо Муху он переводя эти вещи не боялся разбить их на квадратики ради той высшей идеи высшей цели поверьте он без них мог обойтись но это входило в его цель и цель оправдывала любые средства которые он использовал художник в некотором образе не просто художник как бы который выдает только творческие вещи он еще и технарь и в искусстве тоже есть рутина работы и вот эту рутину мы сейчас вам показываем вот это готовая работа прекрасный портрет мягкий грациозный с очень профессиональным таким подходом к материалу сзади такие ткани очень легкие хорошо хорошо написаны но эта работа полностью была сделана по фотографии и фотографию мы сейчас вам предоставим я бы хотел обратить внимание еще на эту фотографию вы если найдете эти работы в интернете еще самостоятельно посмотрите или можете у нас тут скопировать их каким-то образом вы посмотрите как фотография смотрится ну я бы сказал пусть бог меня простит бездушно и насколько одухотворенная его картина вот это вот разница в подходе так сказать копировать не думая и преломлять и делая из фотографии грандиозное живописное произведение это и есть творческая работа по фотографии и кто работает или кто брезгливо относится к фотографии скорее всего не может этого сделать по причине недостатка своего опыта душевного может быть какого-то тепла и это происходит копирование когда человек может превратить одухотворить то что кажется на фотографии ну такое позирование позирование такое и это позирование превратить прекрасное произведение культуры вот это и есть работа по фото да ну хорошо значит я сейчас Игорь будет уже мои работы показывать а я хочу еще продолжить по фотографии по клеточкам вы слышали художники не работают по клеточкам хорошие мастера и все такое этот мастер умел работать без клеточек но он работал по клеточкам вы его можете найти в интернете это Дейнека это художник низкий это советские классики очень очень мощные классики советского искусства они работали и по фотографии и по Дейнека работал по клеточкам и его работы кстати вот в отличие от Альфонса Мухи они несут какие-то отпечатки вот этой фотографичности и калашности вот они как бы наслоены нечто калашем таким попахивает но я все же думаю что уровень Дейнеки и Мухи разный Дейнека прекрасный мастер и больше такого социального социальной картины этот был исторической картины мастер а Дейнека был уже в советское время и советизированный художник и вот это уже наложило отпечаток но там калашность чувствуется как бы наложенный я очень прошу запишите себе и посмотрите самостоятельно это интересные по цвету по композиции работы но по освещению они не были грандиозными потому что он не был мастером света но по композиции конечно они гениальны и еще хотел одного художника вам сказать кого-то забыл знаете человеческий фактор забыл ну ладно а теперь городскому пейзажу по-быстрому я вам приготовил вот эту работу как мастер-класс и когда ее выставят выставят ее секреты мастеров она будет у них продаваться то я думаю что она стоит того чтобы ее проанализировать как ее делал почему я ее делал на черном холсте и секрет с этой работы она не сложная она для вас но вот эти сочетания цветов как бы столкновения этих теплых холодных цветов я думаю что дадут вам возможность сделать какие-то выводы а главный вывод в этой картине это ее быстрота все же вот работать быстро надо уметь и к этому тоже стремиться надо я очень отслеживаю время работы своих студийцев если даже им не говорю вслух чтобы они не поняли что я их выгоняю из мастерской у меня время всегда неограничено в работе но я отслеживаю для себя и для них чтобы они научились работать но все же достаточно быстро быстрая работа часто сохраняет поэтику в подходе и вот эту работу анализирую я думаю что вы могли бы этой поэтике научиться быстрое отношение быстрая композиция быстрое схватывание цвета и вот эти ляпсы быстрые они дают ну а по характеру эта работа интересна я ее честно говоря люблю и это еще и Венеция которую просто не любить нельзя вообще столица или Мекка всех интеллигентных людей где культура и искусство сплелись и поэзия и живопись и музыка сплелись как-то очень сильно в этом городе эта работа очень 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 простая это акварель я ее вам предложу там разберетесь с Игорем потому что это больше на его платформе будет она предоставлена к продаже это пейзаж тоже Венеция это акварель довольно быстрая акварель но это то после чего у нас получилась картина картина маслом используя вот этот пейзаж и вот это вот как бы назвать превращение от акварели или акварельной зарисовки в масляную работу я вам предоставил мне кажется просто повторять вам какие-то картинки ну нет смысла это не совсем друзья мои учеба учеба когда вы будете отслеживать вот художник написал такую акварель на что он обращал внимание например на красные палки они же не красные а белые или серые они сгнили под солнцем там и все такое ну хай будет уже коричневый но не красный но благодаря солнечному свету они взяли и покраснеть как это пишется вода почему тут зеленка с одной стороны с другой голубизна почему небо с одной стороны светлое с другой более темное как от этого солнечного диска разливается свет и как он обнимает или полощет все вокруг вот эти вещи для вас важны как анализировать их не всегда надо даже копировать анализировать и потом произошла картина уже в масле вот эти вот процессы вы должны отслеживать на чужих работах ну скажем профессионала и тогда у вас будет все вязаться хорошо все делаться хорошо ну так я думаю пока и наверное сегодня я последнее что вам покажу и что попытаюсь рассказать в двух словах это довольно серьезная работа акварелью называется после заутренней это вышли люди из церкви во главе с духовенством это идет первый епископ рядом его прислужник за ним какие-то женщины идут которые были на службе и вот этот пейзаж я попытался вам весь объяснить как делается почему такие цвета берутся в том или ином случае как это деревья пишутся почему окончание деревьев так вот рисуется почему небо вот такое темноватое а не ради того ли это делается чтобы выделить вот этот белый храм в природе оно больше смешалось все между собой и цвет неба и цвет храма но как природа нам хочется ну как бы более зрелищной вот зрелищность небо потемнело больше чем на самом деле как эту травку передать на заднем и переднем плане как легко и просто передать эти фигуры людей чтобы они были узнаваемыми чтобы их шаги и позы были прямыми и наклонными и даже объяснил почему я везде всегда учу помнить о кресте в картине то есть чтобы центр у нас картины не работал на начало каких-то предметов или на их главное место вот а главное место здесь у нас выход из храма и я делаю это все вопреки тому чему учил вас и рассказывать буду как же тут обыграно и как графически это построено так как будто я все нарушил а в реальности благодаря цвету и благодаря тем вспомогательным каким-то кустам слева ну и справа у нас колокольня тут и все такое может это может это не колокольня а трапезная даже скорее всего вот это все каким образом помогает выйти из этой ситуации что оставаясь вот графически ну неправильно или нарушаете законы благодаря цвета и формам и пятнам как эта работа становится интересной и имеет право на жизнь я вот это все доказываю то есть она очень специфическая эта работа и вам это будет тоже очень полезно как художник может обыгрывать эти ситуации я специально сделал я мог это сдвинуть в сторону это мое право было я пустил вот так этих священников они идут на вас причем от центра картины ну вот как бы мы сделали по заданию Игоря разбор полетов это его слова и все мои желания которые я хотел учесть в первом нашем вступительном слове к городскому пейзажу и теперь дело за тем как у нас пойдет общение и помните о том что АМК студия предложила вам работу больше теоретическую это невероятно полезно друзья мои знать знать а секреты мастеров живопись предложила вам практическую работу это значит понимать что делаешь вот знать и понимать эти два главных слова будут у нас с сегодняшнего дня и до по-моему двенадцатого или пятнадцатого числа нет мы можем поставаться сколько угодно но вот когда уже войдет практически работы на мольберте до двенадцатого да это будет до двенадцатого то есть они будут с нами пять дней и как вы знаете у нас с вами большие еще встречи и думаю что это все даст новую кровь в наше общение и еще что бы я хотел вам предложить дело в том что после вебинара ко мне приезжают люди которые слушали нас с вами которые посчитали что полезным будет наша встреча личная встреча и я бы вам предложил вот что вы можете делать свои предложения в этом на этот счет я большой демократ в этом случае я бы предложил вам встретиться скажем где-то в Закарпатье приехать это очень легко мы могли снять какую-то базу отдыха или какие-то места на базе отдыха там невероятное совершенно количество всяких разных крепостей и замков старинных и пописать вместе а по пути кто-то бы подлечил себе пищеварительный тракт там печень там или еще что-то там вот это как раз это водичка находится и у нас было приятное с полезным но вы можете сказать что я не хочу ехать на Украину мы не будем входить в причины почему хотя я скажу что у нас полный покой и тишина прекрасно все люди прекрасные цены у нас очень лояльные в этих ситуациях в общем вы почувствуете земной рай это точно но вы можете сказать я бы хотел на территорию России чтобы это было и мы можем выбрать город который тоже недалеко скажем от Москвы я не хотел бы ехать туда за Уралье и в этом городе тоже что-то снять такое и пописать лично пообщаться пообсуждать у нас есть еще с вами время и давайте откликнемся на это на мое предложение поверьте это очень вам полезно уважаемые друзья кто сейчас в эфире остался потому что проблемы существуют я смотрю с доступом по России у многих ну вот 70 человек я вижу пожалуйста ответьте на предложение Андрея Павловича Кулагина кто желает этой встречи независимо пока я не спрашиваю Россия Украина да или нет пожалуйста ответьте да или нет нам видно это нам видно вам наверное дело в том что тем компьютером стационарным которым я пользуюсь у меня нет чата и поэтому я не вижу вас а вот у Игоря тут мой ноутбук стоит и в нем видно все что происходит с вашей точки зрения с вашего как бы это вы видите разное мнение есть желаю но не получится надо подумать еще не знаю хорошее предложение да да плюс ну я если меня сейчас слышно Игорь меня слышно да через 40 секунд будет слышно да если меня слышно дорогие друзья я бы не хотел чтобы мы все откликнулись и сказали да мы хотим это и поедем я думаю что нам бы хватило такой хорошей группы из 15 человек может 20 человек эта группа бы поехала и поработала вот это было бы наверное идеально потому что большая группа требует больших помощников мне не все хотят поехать не все захотят работать так сказать альтруизмом заниматься вот а я бы с удовольствием с вами поработал еще что я бы попросил вас свое мнение написать мне на страничку там либо счастье живописи или может быть лучше в какое-то место в одно куда можно написать здесь писать по волу что написать здесь я хочу чтобы что-то поработать нет причем это тоже работа написать отношение к предложению предложения уважаемые дамы и господа я сделаю опросник в гугле опросники и всем своим подписчикам скину раз на гранде живописи скинем два потому что в принципе виноват живопись секретный мастеров два и в принципе идея городского пейзажа вот буквально неделю назад мы с Андреем Павловичем говорили у него была идея такая что в принципе основная ставка должна быть сделана на приглашение людей по регионам то есть есть представитель художник в Москве который пока еще думает есть майор пико Финляндии в Киеве тут вообще целый клондайк мастеров только два имени Кулагин и Франчук чего значат поэтому в принципе это предложение Андрей Павлович вопрос составит потому что люди пишут желательно к Москве я уже стара я тоже говорю что я бы с удовольствием где-то вот ну пусть та же Калуга там или еще что ведь на самом деле везде можно найти под ногами то что пишешь и поэтому нет проблем вот какое-то место выбрать единственное чтобы это было с пользой чтобы не потерять там здоровье а второе чтобы приобрести какие-то науки вот эти две вещи должны доминировать если у нас это все сойдется то я думаю что все будет ну обалденно замечательно но это дело не одного дня поэтому ну вопрос завтрашнего дня да да нет нет потом можно технические вопросы выровнять и сказать вот это так будет происходить как вы смотрите кстати уважаемые друзья городской вебинар раскрою вам секрет выплыл именно с первого опросника потому что практически 40% людей ну там я помню ответила на тот момент когда я Андрею Павловичу показал опросник 78 человек там из 200 78 ответила там темы касались городского пейзажа хотя я не понимал хотя вот Андрей Павлович допустим говорит цветы это городской пейзаж дерево это городской пейзаж уже не говоря об архитектуре и социальном портрете человека и так далее ну парковая скульптура ну да да то есть именно с этого опросника и выплала эта идея а потом уже появилась идея объединить этот проект в два проекта это и окна и решетки например окна Петербурга и окна Венеции это разные окна окна это литые или кованые ограды Венеции Будапешта или опять же того Петербурга это разные совершенно подходы и все разные традиции то есть это и национальные вопросы идут вот эти национальные подходы к этому традиция разная это все невероятно интересно и занимательно и полезно знать потому что можно нарисовать какой-то пейзаж городской не понимая что ты делаешь и накрутить то что к этому городу не относится никакой стороной Людмила Нужная предлагает Волгограде под родиной матерью провести плен красиво политически но не интересно натурно нет я придумал сам Волгограде предлагает Волгоград это же на самом деле разлив разлив Волги очень большой я думаю что там очень красиво я был в Ульяновске и корни моих предков моего прадеда Ульяновске я говорил что он в одном классе с Лениным учился то есть это я был там и там жил мой дед и он был начальник по-моему в Ульяновске танковом училище командовал это моей бабушке брат то есть такие с Ульяновском с Волгой у нас связанные Майор Пико приглашает Финляндию там тоже база отдыха есть Нижний Новгород приглашают поэтому я думаю что давайте вот это вот как-то выделим все но я не думаю что Финляндия хорошо по причине очень дороговизна большая будет кто-то потянет а кто-то не потянет почему я еще Украину рассматривал в этом случае Украина это почти символические цены вот пусть Бог меня простит что я скажу но это очень дешевая цена на на жилье например я вам сейчас озвучу я в долларах сейчас запутался у нас доллар поднялся сильно ну что такое 200 за 200 что за сутки 200 гривен было а 24 доллар получается 2400 240 это 10 долларов 240 гривен это 10 долларов ну в общем меньше 10 долларов стоит снять прекрасные апартаменты вот вам и ответ ну ладно это дело просто нет нигде ну вот то что я сказал мы пообсуждаем сейчас я еще раз благодарю вас Майре большой привет я жду от нее книгу и надеюсь что будет мне чему там тоже поучиться спасибо друзья спасибо дорогие мои что мы с вами провели время я надеюсь что оно не убито у нас попросту что мы дали четкую оценку тому как надо работать по фотографии это не конец а начало мы на вебинарах это еще укрепим это не копирование а работа творческая по фотографии и присылайте ваши работы Игорь обещал и это мы сделаем только не обижайтесь на то что я буду отбирать очень жестко и это попадут туда только лучшие работы пусть их будет немного но и будет приятно рассматривать а те кто еще не достает до вершины тому флаг в руки трудолюбие это самый главный секрет и через городской пейзаж будем идти в сторону портрета желаю желаю в таком Наша встреча состоится в воскресенье. Воскресенье следующее. Мне единственное, допустим, хотелось бы уточнить. Или в 10 утра по Москве, или в 11. По поводу того, что видно или слышно. Очень много я в чате видел товарищей, что кому не видно, кому не слышно. Но это, видимо, зависит не от нас. Потому что если в Москве показывает, а мы в Киеве живем, в Нижнем Новгороде показывает, в Баку показывает, то тут уже причина, видимо, не в Киеве. Кстати, про Баку. Светлана написала, приглашает на пленер в Баку. Все-таки дешевле доехать, наверное, в Финляндию, чем в Баку. Я так думаю, хотя я не проверял. И последнее. Последнее. Значит, по поводу подписываться не буду, потому что времени нету за компьютером сидеть. Я не знаю, во-первых, человек... Мы встретились в интернете. Во-вторых, подписка никого, ни к чему не обязывает. Но подписка на рассылку, если те, кто письма мои получал, и первые подписки, а вторые понимают и представляют, что там нету писем по три письма в неделю. Там одно письмо в шесть дней, одно письмо в две недели. И в основном я делаю, оповещаю о каком-то новом материале. Вот и все. И в любое время вы можете всегда, к тому же, отписаться от этой рассылки, если она покажется вам слишком назойливой. Но я сейчас новую подписку формирую таким образом, чтобы ничего лишнего там не было. Только все подделаю по сути. А то, что письма приходят одноразовые, они в подписку не входят. Они пришли, сообщили вам о вебинаре. То есть ее получили только те подписчики, которые в данный момент присутствуют именно сейчас в базе. И все. Если вы не открываете письма там в течение сорока дней, то просто автоматически вы будете удалены. Это ничего страшного в этом нет. Поэтому, уважаемые друзья, я сообщу о следующем мероприятии накануне. Открывайте почту свою. Всем удачи, здоровья и творческих успехов. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok